Здравствуйте, дорогие участники Директ Академии. И в этом году я хочу больше делать акцент на то, как создавать мобильное приложение без использования кода. То есть я на протяжении многих лет обучаю математике, программированию. Программирование – это прикладная математика. И мы с ребятами создаем различные сервисы, которые помогают бизнесу продавать, покупать, создавать что-то. И приходится очень долго работать над каким-то проектом, но в последнее время появляются такие системы, с помощью которых можно создавать свои приложения без написания какого-то кода. И я думаю, эти сервисы очень будут полезны преподавателям, потому что преподаватель занят своей работой, у него много других моментов, и не надо тратить время на написание кода. Таких систем уже, я не знаю, может быть, тысячи. То есть есть большие такие дашборды, которые показывают появляющиеся системы. Каждая система делает какую-то свою функцию. Я на сегодняшнем вебинаре расскажу про две таких системки. Это система управления контентом WordPress. Их тоже бывает большое множество, и можно брать любой принцип у них один и тот же. Вы делаете акцент на создание контента, обучающего материала, и сервисы для создания полноценных веб-приложений, мобильных приложений тоже без всякого кода. Я на примере Bubble вам продемонстрирую, как создать небольшое приложение. Не пугайтесь, если что-то будет сложно, всегда есть дополнительный учебный материал, по которому во всем можно будет разобраться. И вообще от создателей вот этих сервисов, ну вот, всегда можно услышать то, что они это сравнивают с тем, как развивались информационные системы, когда был компьютер только для программиста, когда компьютер мог понимать только команды, и потом Macintosh, Apple и Microsoft выпустили полноценные операционные системы, где людям не надо было программировать, а в режиме, в оконном режиме, да, то есть можно было работать с файлами и пользоваться различными мультимедийными технологиями. Аналогичным образом сейчас системы выходят по созданию своих приложений, и подобным образом, чтобы создать какую-то кнопочку, вам не надо писать теги этой кнопки, писать события, обработчики событий, там указывать ширину, высоту, цвет, вы просто нажимаете на нужные места, и у вас появляются необходимые элементы на вашей форме. Итак, первое, с чего я рекомендую всегда начинать, это с того, что вы должны понимать, где будет расположено ваше приложение, то есть необходимо приобрести место для сайта, хостинг. Если вы рассчитываете на какой-то бесплатный хостинг, будьте готовы к тому, что у вас будет либо появляться реклама на вашем сайте, которая может негативно сказываться на рейтинг вашего образовательного приложения, или же вам придется платить очень много. То есть всегда можно выбрать какую-то платформу для создания какого-то сайта, быстренько, без всякого кода в режиме конструктора, создать приложение, потом, после того, когда это приложение создано, все-таки создаются файлы, которые написаны с помощью кода, то есть вы при создании ничего не пишете, а только в режиме конструктора собираете, как ребенок собирает конструктор, вы будете собирать приложение. И если вы оставляете на этой платформе, скорее всего, нужно будет платить в десятикратном размере. Потому что хостинг – это самое простое, что может быть. Это удаленный сервер, на который можно будет отправить файл. Здесь я вам скидываю ссылочку на то, где можно приобрести свой хостинг, и несколько шагов по тому, как использовать этот хостинг. То есть вы проходите сначала процесс регистрации, а потом заходите в панель управления. В панели управления тоже много возможностей. Я вам выделил основные моменты. Вам необходимо будет работать с теми сайтами, которые вы создаете. Это в разделе сайта расположено. Регистрировать какое-то доменное имя для своего проекта. Если вы будете делать один свой образовательный проект, то это нужно будет сделать один раз. Ну и потом система NoCode – это то, что уже сделано программистами для того, чтобы вы могли делать акцент на своей работе, расположена в папочке «Система управления контентом». Так, я сейчас возьму указочку. Видно указочка. Все. Поэтому буду показывать, куда нужно будет нажимать, чтобы зарегистрировать. Итак, после того, когда вы зарегистрировали свой домен, он появляется у вас в списке доменов под доменов. Нажимая на этот домен, можно переходить к его работе. Поэтому, дорогие слушатели, чтобы я немножечко представлял вообще ваш уровень, вы скиньте, может быть, тогда нолик напишите, если у вас нет никакого своего собственного интернет-проекта, нет никакой страницы в интернете. И если есть у вас какая-то своя страничка, созданное приложение и так далее, просто пришлите ссылку на ваше приложение, на название вашего приложения, над которым вы работаете. Даже если вы используете какой-нибудь сервис для создания дистанционных курсов модул, его тоже можно считать системой наукод. Скидывайте на свой курс, делитесь тем. Вот Наталья Ивановна прислала единичку. Есть на блог-споте, кто-то расположил свой сайт. Поэтому я буду уже немножечко представлять и рассказывать, как немножечко усовершенствовать. Потому что многие слушатели, когда ко мне обращаются в индивидуальном режиме, они говорят, вот я сделал свой сайт на WordPress, но там все платно. Как быть? Они говорят, вы сделали на платном хостинге. На платном хостинге WordPress. Если бы вы зарегистрировали свой хостинг и подключили open-source решение, то есть вам бы все эти модули были доступны в бесплатном режиме. То есть иногда вот этот первый шаг, то есть хостинг это как бы фундамент для вашего будущего проекта, он очень важен. Поэтому не скупитесь, сделайте первый шаг. Так хостинг буквально там может стоить 50-70 рублей в месяц. То есть это небольшие деньги для того, чтобы на вашем проекте не было никакой рекламы и вам не приходилось платить по тех 700 рублей, как это надо делать, к примеру, в Тильде, в самом простом сервисе, в котором, допустим, создаются лендинги. Итак, двигаемся дальше. Дальше здесь я вам показываю, что в разделе сайта расположены все те сайты, которые мы создавали. И сегодня вот на примере одного из сайтов вчера позвонил мод преподавателя английского языка, говорит, Виталий, вот как, что надо там делать, публиковать в Инстаграме и так далее, или какие другие еще нужно сервисы использовать. Я говорю, зачем? Вы лучше создайте свой образовательный проект, портал, и вы не будете ограничены теми рамками, которые устанавливают те сервисы. Потому что уже за эти годы много раз уже блокировали мой аккаунт на Ютубе, потом восстанавливали, у моих друзей блокировали их странички на Фейсбуке, у кого-то блокировали ленты Инстаграм с большим количеством подписчиков, поэтому это еще один повод для того, чтобы вы рано или поздно научились создавать свое образовательное приложение. Итак, первый сервис, который я сегодня буду вам рассказывать, это простая система управления контентом WordPress. Вы после того, когда зарегистрируете хостинг и установите эту систему, то есть это делается в разделе CMS, вы просто указываете, какую систему управления, устанавливаете на какой сайт, и процесс запущен. Если у кого-то что-то будет не получаться, и вы являетесь участником моего вебинара, я вам оставлю свои контакты и с удовольствием помогу. То есть делается это буквально 5-7 минут, а много времени у меня не займет, но зато у вас будет уже первая страница, на которой вы сможете создавать свой контент и публиковать различные материалы. Так, я переключусь сейчас, попробую переключиться в режим демонстрации экрана. Показать экрана. И продемонстрирую, как это делать с чистого листа. Итак, то есть для того, чтобы заходить... ... ... И сейчас я еще... ... Хорошо, хорошо, сейчас тогда попробую переключиться. ... ... Итак, ну, давайте, надеюсь, может быть, демонстрация экрана... ... 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 в которых выделены все основные ключевые моменты. И... Синкронизацию. Итак, участники, вы видите административную панель управления хостингом. Административную панель управления WordPress. Здесь ее часто называют консолью. И в данной консоли вы можете делать свои записи, то есть публиковать информацию на сайте. Дальше можно создавать новые целые страницы. Страницы можно создавать в режиме лендинга, так же, как вы создаете, допустим, эти странички, когда публикуете какие-то материалы в соцсетях, у вас появляется уникальный адрес опубликованной записи. И потом можно делиться этими страничками. Ну и после того, когда вы создали какую-то запись, сделали какую-то страницу, на вашем сайте могут регистрироваться пользователи, то есть ваши ученики. Они будут отображаться вот здесь, в разделе пользователя. И там будут доступны имейлы этих пользователей и различные способы взаимодействия с вашими слушателями. То есть можно отправлять сообщения и так далее. То есть делать запись и делать публикации так же просто, как делать какую-то запись в Word. То есть там доступен понятный интерфейс ввода. То есть написали текст, вставили картинки, фотографии и множество различных блоков, которые позволяют вставлять видео, интерактивные видео и так далее. Мы сегодня, основной нашей темой, это как же превратить из простого сайта систему дистанционного обучения. Чтобы вы могли публиковать материалы. Система могла выдавать в определенный момент новые тесты, автоматически их проверять и присылать вам результаты. Вы могли наблюдать за статистикой своих пользователей и так далее. Поэтому прежде чем мы начнем превращать нашу систему в систему дистанционного обучения, я вам вот демонстрирую, что в WordPress создать свою новую запись очень просто. Вы заходите в консоль, выбираете запись, добавить новую. И вот то, что я вам рассказывал, в удобном, понятном режиме вы имеете возможность создавать новую запись. Вам дается перед стартом 4 совета. Я всегда рекомендую не закрывать всплывающие вот эти окна. Любая система, которую вы используете, любая система, ноут код, всегда имеет вот такой обучающий интерфейс. То есть вы всегда иметь возможность прочитать, как пользоваться данным элементом. И в данном случае идут советы, потому что любая публикация, все, что мы видим на веб-сайте, это состоит из блоков. И можно добавлять эти блоки любым удобным образом. Если добавили что-то сверху, потом надо их поменять, передвинуть. Вы мышкой легко передвигаете, перемещаете. Итак, я на примере сайта для преподавателя английского языка демонстрирую, как делать свои первые записи. То есть вы заходите в раздел записи и здесь пишите заголовок. И вот в этом месте, где начните писать или выбор блока, пишите тот учебный материал, который необходим вашим слушателям. Ну, после того, когда этот материал уже сделан, вы имеете возможность сделать его публикацию и делиться ссылкой. Но это не будет полноценной системой обучения, потому что вам придется тогда каждый раз перед началом занятия публиковать материалы, отправлять их вручную. В принципе, так многие преподаватели делают, но я рекомендую делать похожее, похожее только через плагин. Плагин, который превращает вашу систему управления в систему управления обучением. И вот мне нравится LearnPress плагин, который очень просто позволяет сначала набросать учебный план, потом в темы добавить название уроков и редактировать каждый урок так же, как редактируют записи или страницы на WordPress. То есть просто добавлять учебный материал, фото, видео, картинки, различные интерактивные элементы. То есть я хочу сказать, что если вы встретили какой-то классный сервис, его можно легко интегрировать в свою систему обучения. Сегодня я даже покажу, что даже с помощью кода можно не писать строчки кода, просто нужно знать куда, из какого места, куда вставить тот код, который вы хотите интегрировать на свой сайт. Поэтому мы с помощью плагина, то есть вот здесь в разделе плагины, устанавливаем новый плагин LearnPress. И после этого у нас появляется новое контекстное меню в нашей консоли управления WordPress. LearnPress. Поэтому все дальнейшие действия мы будем делать именно вот с этой вкладочкой. Дорогие слушатели, то есть я на протяжении 20 минут показывал, как настроить костинг, установить WordPress и интегрировать на него плагин LearnPress. Если для кого-то это покажется сложным, без проблем в конце занятия я вам оставлю свой имейл, вы мне напишите, что «Виталий, вот я был слушателем вашего вебинара, помогите мне сделать настройки». Для меня это... Вот эти настройки делаются в течение 2-3 минут. Я помогу вам сделать или предоставлю просто личный кабинет преподавателя, на котором вы дальше сможете в системе LearnPress создавать свои собственные курсы. Поехали. Значит, после того, когда мы заходим в эту систему, мы можем добавить новый курс. Нажимаем на кнопку «Добавить» и мы видим, что курсы и себя представляют точно так же, как любая запись. Название, описание. 17-е вот здесь, 17-е я выделил, что вам главное добавить название и описание этого курса. Нажимаем кнопочку «Обновить». Все, курс доступен. Но пока он будет пустым, в нем не будет никаких обучающих материалов, поэтому вы спускаетесь вниз, пролистываете вниз и добавляете свой учебный план. Очень легко, если есть у кого-то учебный план, дорогие друзья, сейчас под рукой учебный план своего курса, и вы хотите превратить его в электронный курс. Ну, то есть, большинство преподавателей университета имеют Moodle, им предоставляют похожую систему для публикации своих курсов, а для тех, у кого нету, то без проблем можете переслать. Я вам покажу, что этот учебный план с помощью «Копировать-вставить» переносится тоже буквально за 2-3 минутки. И после того, когда вы добавили учебный план, можно наполнять каждый урок. То есть, вот здесь 21-е я выделил то, что каждая тема может добавляться уроком, и любой урок состоит из текста, фото, видео, других обучающих, и интерактивных элементов, и тестовых заданий. Поэтому, потом вы делаете точно так же, переходите на следующую тему и добавляете новый учебный материал. На самом деле, если смотреть со стороны программиста, здесь происходит очень много процессов. То есть, для каждого урока создается определенная база данных. Для каждого зарегистрировавшегося пользователя это будет другая таблица в этой базе данных, которая будет хранить информацию об этом пользователе. После того, когда пользователь записывается на курс, следующая таблица баз данных хранит соответствие между теми слушателями, которые записались на курс, и теми, которые проходят этот курс. И для преподавателя, конечно, это будет доступно. Следующие страницы, которые позволяют видеть, наблюдать за тем, что происходит. То есть, практически вы нажимаете всего лишь одну кнопочку «Установить плагин», и для вас все эти связочки работают в автоматическом режиме. То есть, вам необходимо акцентировать внимание только на создании своего курса. Здесь я уже перехожу. После того, когда мы создали какой-то урок, я нажимаю на редактирование созданного первого урока в нашем плане учебного курса, и на примере того, как интегрировать сервис, как интегрировать видео с YouTube. То есть, на YouTube очень много видео-роликов. Не стесняйтесь, вы не скачиваете этот ролик и не публикуете. Вы берете то, что другие люди опубликовали в открытом доступе, и вы, соблюдая все авторские права, просто как бы делаете ссылки на эти видеоролики. Но эти ссылки идут не как вы делитесь обычно. Там ссылку на какой-то видеоролик на своей страничке, и пользователь ушел. Вы интегрируете внутрь своего учебного курса этот видеоролик. То есть, ваши слушатели будут смотреть видео именно в вашем дистанционном курсе, и никуда не уходить, не переключаться, а будут просто смотреть. Поэтому здесь я показываю самую сложную часть будет на сегодняшнем вебинаре. Это встроить это видео. То есть, вы когда нажимаете кнопочку на YouTube поделиться, копируете не эту ссылочку, а нажимаете кнопочку «Встроить». И после этого вам предоставляется тот фрейм, который необходимо вставлять. Не пугайтесь, не бойтесь этого кода. Это на самом деле то, что происходит обычно. Обычно делает программист, он прописывает длину, ширину, высоту того встраиваемого блока, который будет интегрирован. Вы просто нажимаете кнопку «Копировать», а потом после того, когда вы вернетесь в свой урок, вот так выглядит наполнение урока, с визуальным направлением вот с этой кнопочкой вы разберетесь самостоятельно, там все доступные кнопочки, жирные, шрифт, курсив, цвет и так далее. Я вам просто говорю, как интегрировать какие-то другие интерактивные элементы на свой курс. То есть вы нажимаете в режим вот этого текста и просто вставить без всякого редактирования вставить этот код. После того, когда вы вставляете, этот код будет доступен уже в виде видеоролика на вашем обучающем курсе. Но если вы захотите вставить какой-то текст, то, пожалуйста, без проблем можно переключиться уже в визуальный редактор либо в тот редактор и перед этим написать фраза знакомства, ну, любой текст, который нужен для вашего обучающего курса. То есть весь смысл вот этих систем наукод заключается в том, что вы интегрируете в нужные места нужные элементы. Ну, допустим, когда вы сделали публикацию первого урока, он, система может предупредить, что ваш LearnPress еще не настроен. Давайте посмотрим четыре основных шага настройки этой системы обучения. Итак, с нами поздоровались и говорят запустить мастера настройки. Потом говорят, какие страницы будут. И здесь дальше, значит, страница с теми курсами, которые уже созданы вами или вашими учителями. То есть хочу заметить то, что вы можете сделать один обучающий проект, объединившись с несколькими учителями, преподавателями, потому что наполнение курса это всегда сложная задача. Почему бы не сделать курс там пятерым, шестерым, каждый сделал свой урок, вроде бы каждый сделал по одному уроку, а пользуйтесь всем созданным курсом вместе. Если кому-то необходимо какая-то детализация, то есть не надо, как раньше, переписывать ручкой весь этот созданный курс, вы нажимаете кнопку копировать, и курс полностью копируется, и вы делаете изменения уже на скопированном курсе. Потом я люблю добавить учетную запись от кабинета ученика, потому что ученики будут записываться на ваши курсы и делать какие-то записи. Ну и потом, конечно, это чек-аут, это самое приятное, то, что есть у данного модуля, это то, чтобы созданный курс иметь возможность продавать. Да, допустим, чего нету в Moodle, допустим, в Moodle это делается с помощью интеграции каких-то плагинов, здесь система создана на то, чтобы иметь возможность сразу сделать свой курс плавным, и на ваш Paypal, пока Paypal аккаунт, но, допустим, другие плагины умеют работать и с российскими банковскими карточками, деньги будут поступать сразу вам. Да, и с тем, как сейчас просто, допустим, стать самозанятым, вы нажимаете кнопочку самозанятой и регистрируетесь и не боитесь получать эти деньги, вам приходят эти деньги, вы платите 6% от проданных курсов, это то, что разрабатываете вы, и система работает, то есть не надо платить те огромные деньги, которые раньше платили вот эти образовательные центры за то, чтобы им сделать какую-то систему дистанционного обучения, буквально с пару нажатий, и вы уже имеете возможность указать свой Paypal аккаунт, принимать валюту в каких рублях, и все, курс готов. То есть курсы можно делать бесплатными, но, если вы захотите установить стоимость, то без проблем, то есть тестируйте, создавайте, пробуйте делать какие-то бесплатные курсы, потому что многие преподаватели, которые создавали свои курсы, знают, что это сложный процесс, долгий процесс, нужно делать очень, очень, как бы много появляется курсов, очень сложно конкурировать, но если у вас получится сделать какой-то и продать свой первый курс, вы поймете, что потом всю работу за вас будет делать этот дистанционный образовательный курс, и стоит его просто улучшать, совершенствовать и так далее. А я пока, ну, надеюсь, вас немножко заинтересовало, что вот буквально два нажатия, там, установить WordPress, установить плагин и нажать, написать свой аккаунт от PayPal, и все, вы уже имеете возможность зарабатывать свои деньги с тех курсов, которые вы создаете, поэтому сейчас думаю, вам будет намного интереснее того, что человек почему бы не попробует создать свой первый урок, потому что можно сделать первый урок, посмотреть, если какие-то слушатели придут, все, наполняет этих слушателей уже последующие уроки. То есть не надо делать, как обычно это происходит в крупных образовательных компаниях, вы проектируете всю программу курса, утверждает совет директоров или совет директоров, да, потом вам пока разрешают эту программу внедрить, все, вы начинаете ее внедрять, а мир кардинально изменился, это уже никому не нужно, нужно делать что-то другое. Поэтому я делаю акцент именно на тех преподавателей, которые публикуют какие-то актуальные курсы, им нужно быстро, ловко и умело создавать свои образовательные продукты, и вы с легкостью буквально за пару минут создаете, запускаете свой дистанционный курс. Вот здесь в режиме урока я добавил разнообразные ссылки на другие, да, то есть я просто нашел хорошие материалы и вставил. И вы как эксперты, то есть не бойтесь того, что уже много всего создано, но вы как преподаватель вы знаете, ага, на этом курсе не хватает этого, на этом курсе не хватает этого. И вы можете брать информацию с разных источников и просто публиковать ссылки на нужные источники, то есть вы формируете для ребят какую-то уникальную образовательную технологию, не копируя никакие материалы, а просто направляя на нужные ресурсы. И еще вот эти плагины обычно поддерживают систему, которая позволяет взаимодействовать различным обучающим элементам. Это новый формат, обычно я о нем рассказываю на своих курсах, и там можно делать таким образом, что вы распределяете как-то между преподавателями или находите классные созданные курсы, потом студент отправляете обучаться на тот курс на курсере, а когда он его прошел, он там не теряется, он возвращается с набранными баллами, и вы на своем дашборде преподавателя видите, по каким еще дополнительным он источником учился и взаимодействовал. Но это тоже дополнительные как бы фишки, которые можно делать с помощью этих систем. То есть это просто чтобы вы не думали, что это просто системка, в которой публикуются материалы, а студенты их смотрят. Это система, которая обладает глубоким функционалом, потом вы можете поизучать различные настройки и посмотреть, какие бывают дополнения, то есть это уже флагины для самого флагина, которые ребята пишут, они в большинстве случаев платные, но они расширяют функционал полностью. И вот смотрите, то есть что я сделал, то есть я сделал несколько уроков, они уже доступны в разделе уроки, и потом без проблем можно редактировать эти уроки. То есть если что-то сделали не так, это вы не на печать директору отнесли, это вы у себя в системе написали, и любую ошибочку можно исправить, то есть дистанционный курс классно редактируется. и что самое важное, что сами часто спрашивают, вот Виталий, как сделать свой собственный тест, систему тестирования, потому что любая система, она должна помогать в автоматическом режиме работать. То есть кто-то покупает дорогущие системы, которые позиционируют, вот мы только для онлайн-школы и так далее, я говорю, так зачем вам покупать эту дорогущую систему, бесплатная система, бесплатный плагин, все делает, весь тот же самый функционал, нажали последовательно те клавиши, и вот у вас уже есть возможность добавлять свои созданные тесты. То есть любой тест состоит из вопросов, поэтому я показал, что здесь есть, мы нажимаем прежде чем создать какой-то тест на вкладочку вопросов, потому что если вы начнете создавать этот тест, у вас не будет вопросов, которые вы будете интегрировать в этот тест, поэтому сначала вы наполняете вот этот раздел с вопросами, у вас будет банк вопросов, эти банки вопросов очень легко скачиваются, интегрируются в вашей специальности, по тем темам, поэтому посмотрите то, чем люди делятся, и в открытых сообществах преподавателей обмениваются этими банками вопросов, я часто просто знаю, что для ребят надо сейчас провести какую-то контрольную работу по определенной теме, я подключаюсь к банку вопросов, смотрю, хорошее задание, но обычно эти задания идут либо из тех учебников, которыми вы пользуетесь, и можно даже по определенной теме учебника найти банк вопросов и интегрировать в свою систему дистанционного обучения, то есть нажать кнопочку добавить, эти вопросы добавятся, и вы включите в тот тест, который подготавливаете для своих учеников. Конечно, очень классно, когда эти системы будут работать на лету, то есть чтобы вам даже не приходилось нажимать кнопочки, то есть я очень сильно верю в эти устройства, которые там Алиса и так далее, которые голосом слушают наши команды и пробую сейчас настраивать навыки для этих голосовых помощников, чтобы преподаватель просто голосом говорил, слушай, Алиса, добавь в банк вопросов, и она бы как бы интегрировала этот навык в данную систему, то есть у бизнеса, у CRM систем, у 1S, у Bittrex, у них похожим образом уже голосовые помощники работают, то есть человек говорит свои задачи, он накидывает в трекер задачи, потом связывается с теми людьми, аналогичным образом, то есть тем, кому могут показаться эти системы сложными, я скажу заходить ко мне через год, вполне возможно, я буду рассказывать, как уже делать свои обучающие курсы, ролики занятия, намного легче, но пока из тех систем, которые существуют, на мой взгляд, это самые простые системки, которые не требуют вложений, а позволяют создавать, создавать свои авторские курсы. Ну что, вот здесь я на примере того, как создать свой вопрос, показываю, что мы создаем под 38-й кнопочкой, это множественный выбор, указываем после того, когда накидали варианты ответов, галочки, на какие ответы бывают правильными, и 40-й кнопочке я показываю, это сколько баллов мы начисляем за этот вопрос, вы сами понимаете, есть легкое задание, где ответить да, нет, или практически, да, и сложное задание. Я люблю делать, ну это уже конечно с помощью программирования, я люблю добавлять таким образом, что когда слушатели отвечают на вопрос, если большая часть слушателей ответила на вопрос, то он считается сложным, если большая часть ответила, то этот вопрос считается легким, а если ответил малый человек, то он считается сложным, и за него надо добавлять баллы, и то есть эта система количество баллов, сколько баллов назначать, ну в зависимости от, это правильно называют вариативности задания, То есть сложное или легкое было. И там обычно считается, что в большинстве случаев на задание должно отвечать от 20 до 80% слушателей. Если меньше 20% ответил, значит задание суперсложное. Вы плохо объяснили перед этим материалом, плохо мало обучающих каких-то материалов или задание составлено некорректно. Тоже эта система все отслеживает, поэтому можете посмотреть, как это работает в Степике или любых других платформах, которые созданы конкретно для создания обучающих курсов. Почему я позиционирую больше какую-то систему управления, там WordPress, Joomla или же любую какую-нибудь платную систему Bittrex. То есть они имеют функционал неограниченного совершенствования. Вы можете потом создать полноценный, просто добавить плагин полноценного интернет-магазина и продавать еще на своем сайте книги, которые вы создали, реальные книги, которые вы создали для своих обучающих и продавать их почтой. То есть вы можете дополнять различным функционалам, личным кабинетам, проводить какие-то игры, акции, создавать интерактивные элементы. И у меня вот эта левая колонка, она у меня такая, чуть ли не 50 или 70 сервисов на каждом каком-то моем обучающем ресурсе уже доступна в виде плагинов. То есть плагины, конечно, можно написать самостоятельно, но это уже с помощью кода. Поэтому вы просто посмотрите десятки тысяч плагинов, которые позволяют усовершенствовать функционал вашего сайта без всякого кода, а просто добавляя определенные поля в элементы ввода. Итак, подходим к самому интересному. Это стоимость курса. То, что, допустим, в Moodle вам никогда не разрешит сделать ваш университет. Вы, допустим, подключаетесь к своему делу, создаете свой сайт, на него переносите свой авторский курс и указываете стоимость вашего курса. Ну, я сделаю пример. Там, к примеру, 100 рублей, тут два урока расположил, да, и сделал стоимость и цену со скидкой. То есть, если проводите какую-то акцию, всегда можно понижать, допустим, эту цену со скидкой, делать на 2-3 дня скидку. Это все привлекает. Ну что, после того, когда я создал какой-то платный курс, я еще люблю сделать бесплатный курс. То есть, я создаю копию данного курса. То есть, можно подойти, вернуться в раздел курса и там сделать копию этого курса. Вот здесь, в разделе курса, там, подводя мышкой, можно сделать эту копию. Вот я нажал копию этого курса, копию платного курса, и у нас появился курс бесплатный, да. Ну, давайте, то есть, это, допустим, сейчас я вам рассказывал 40 минут про то, как создать данный курс. А вы попробуйте протестировать, как работает платный, как работает бесплатный курс. Я вам скидываю ссылочку на этот сайт. И если среди нас сегодня есть преподаватели иностранных языков, то я на этом сайте добавил возможность стать преподавателем, чтобы вам не мучиться с регистрацией своего хостинга. Просто зарегистрируйтесь преподавателем, и я вам предоставлю возможность создавать свои авторские курсы в LearnPress. Вы потом подключите свою платежную систему и будете зарабатывать. Ну, здесь я просто выделил скриншотом, что есть множество других плагинов. Не акцентируйте свое внимание, попробуйте Advisor Bridge. То есть, это, если у вас есть собственный курс на моду, здесь вообще вам не придется копировать и вставлять. Вы подключаете вот этот мост, который соединяет ваш модул-курс, переносит его на WordPress, и в ваши все модули, все задания, которые вы публиковали долгое время, сразу интегрируются на ваш собственный сайт, и теперь вы не будете ни от кого зависим. Потому что у меня был один раз, когда я в одном университете разработал авторские курсы, потом меня пригласили работать в другой, я говорю, ну, это же мой авторский курс, им все равно никто не будет пользоваться. Я его, как бы, они говорят, нет, Виталий, это права университета, вам нельзя. И вы также можете работать в какой-то образовательной компании, вам никогда не отдадут созданные курсы, а вы потратили время. А так вы можете легко переместить, и ваши все курсы перелетят. Ну, Learn, про себя я вам сегодня рассказал, потом Moodle, типа WordPress, Moodle, да, так сделали. И там множество, вы листаете вниз в разделе плагины, множество различных систем, ноу-код, то есть то, что вы будете потом без всякого кодирования использовать для своей работы, пишут ребята, и вам не приходится мучиться с конфигурацией баз данных, то, что мы делаем с ребятами, когда программируем и создаем такие системы. Поэтому, если у кого-то будет какое-то пожелание им дополнить вашу систему обучения, сделать какой-то плагин-модуль, вы можете обращаться ко мне, я своим студентам передам. То есть у меня есть мальчишки, которые создают подобные плагины, чтобы вам не приходилось программировать, а вы могли делать нужное действие при помощи нажатия на те кнопочки, которые вам добавят эти ребята. Ну, для каждого такого модуля есть документация. Вот то, что я показал вам, и всем это нравится, это автоматическая продажа курсов. То есть я не понимаю, зачем люди платят за тот гет-курс, какую-нибудь еще там систему, эти антитриллинги, но я и говорю, что там кучу денег они высасывают за то, что предоставляют возможность опубликовать свои материалы и возможность продавать. Все это лежит абсолютно бесплатно. Берете просто систему с открытым исходным кодом и потом публикуете. Ну, эти системы позволяют только использовать те кнопочки, которые вам сделали программисты. Что же касается того, как самому создавать кнопочки, различные элементы, поля ввода и так далее. То есть для этого существует уже целый стэк других технологий. То есть там это, я могу очень долго перечислять, это системы ZeroCode, NoCode. И ребята, очень большая армия программистов делают так, чтобы вы могли создавать свои собственные приложения, которые взаимодействуют с разнообразными данными, которые лежат на разных веб-сайтах. То есть вы видите, как кто-то публикует, допустим, классный материал обучающий, да, можно с ним сделать какую-то интеграцию, и его обучающие материалы будут появляться на вашем сайте. Эта связка делается простым, организация простого события, что если появляется материал, контент на где-то сайте, сделать копию и опубликовать. Ну, то, что часто делаете мышкой копировать, вставить. То есть, ну, много разнообразных действий можно делать. И здесь уже другой, вообще другой класс задач, который решает эта система, которые создают вообще разнообразные элементы, интерфейсы ввода, публикации. И на примере Bubble мы с вами рассмотрим. Рассмотрим, как создавать. Поэтому, дорогие друзья, все, что я вам буду показывать, да, Bubble вас научит в автоматическом режиме. То есть вы просто зарегистрируетесь в этой системе, да, и после регистрации вам сразу будет подсказка. Хотите пройти первый обучающий урок? Нажмите мышку сюда, нажмите мышку сюда, нажмите туда-сюда. Ну, и сейчас я пока вам подготавливал этот материал. Я сделал просто в качестве принскрина, что вам, видите, доступны вот эти элементы интерфейса. То есть вы можете добавлять текст, кнопки, значки, различные ссылки, формы, куда заполняются данные, да, вот, различные видео, HTML-страницы и так далее. Поэтому я рекомендую вам просто вот воспользоваться браузером Google Chrome и в режиме переводчика смотреть, что могут делать данные элементы. Тем, у кого хороший английский, то есть ваша эта система, покажется просто сказка. Жаль, что наши еще ребята из русскоязычного сегмента не разработали похожие системы. Там есть у меня знакомые, которые вот пользуются, но их функционал еще, ну, не дотягивает до функционала Bubble, поэтому я вам расскажу самую популярную сегодня систему, которая позволяет создавать. Ну что, готовы? Поехали тогда. Немножко сегодня может быть выключая, чем за час вебинара, но все равно, я думаю, информация, которая будет рассказана, я думаю, вам будет облегчать жизнь. Все, поэтому здесь мы создадим приложение, которое будет просто позволять вашим обучаемым публиковать сделанную работу. То есть что происходит? То есть вы обычно создаете тесты, тесты автоматически проверяются, а что надо сделать, а что делать, если, допустим, вам надо, ну, задаете какую-то работу по русскому языку, и надо, чтобы обучаемые прислали написанный текст. То есть, ну, прислали фотографию, большинству преподавателей делают какой-нибудь там WhatsApp-чат или что-то еще, в принципе, тоже удобно, но потом эти материалы могут потеряться где-то, допустим, не надо нам смешивать там личную жизнь, чтобы нам присылали во время, ну, в ненужное время сообщения по WhatsApp, а отключить, допустим, нельзя или какой-то мессенджер, да, потому что вы боитесь пропустить звонки от близких. И здесь, конечно, лучше сделать какое-нибудь простое приложение, которое будет давать возможность вашему слушателю публиковать изображение. Поэтому здесь сейчас буквально за 50 шагов мы такое приложение создадим. Хотя простое, допустим, форму регистрации делается за 5-7 действий, да, создать кнопочку, подключить к этой кнопочке и указать, куда сохраняется данный. Здесь приложение немножечко сложнее, то есть вы, напоминаю, что Bubble, вот этот случай, который я вам прислал, где-то в обучающем курсе, в конце обучающего курса покажет, как делать такое приложение, поэтому я не показываю, как делать самолет, я показываю, допустим, вот такое многофункциональное приложение. И поэтому первое, что необходимо, то есть организовать страницу входа, и вы выбираете, какой элемент будет, то есть поле для ввода, указываете вот вторым пунктиком, где будет располагаться это поле для ввода, и какой стандартный текст будет отображаться. То есть еще раз, вы этой системкой будете пользоваться, попробуете что-то создать, у вас эта система будет вам давать все рекомендации на английском языке, поэтому просто я вам рекомендую, возьмите с гугл-переводчиком, чтобы он вам переводил. Поэтому тот текст, который вы сейчас видите, он не очень лаконичный, потому что сделан автоматическим переводом. Итак, то есть вот вы делаете форму для входа на сайт, пишете, что здесь нужно будет проходить какое-то, вводить название изображения, которое будет публиковаться дальше, да, и дальше вы включаете загрузчик изображения. Вот здесь я вам перевел, что среди инструментов есть загрузчик изображения. После того, когда вы выбрали этот загрузчик изображения, вы указываете место на экране, где будет располагаться этот загрузчик изображения. Загрузчик изображений, вот мне Виктор сразу спрашивает, ресурс для создания ваших образовательных приложений для первого времени, он бесплатный. Там есть таблица, которая потом, если ваши ресурсы начинают пользоваться, там определенное количество человек, то есть несколько тысяч, там, 5 или 7 тысяч, то есть поймите, если вы создаете для 20 обучаемых, и у вас несколько групп, 5-7 групп, этот ресурс будет вам абсолютно бесплатный, поэтому и подходит он преподавателям. Я всегда стараюсь рассказывать о бесплатных ресурсах, да, или о том, как, допустим, сделать с наименьшими вложениями, да, качественных приложений. Потому что если мы просто берем бесплатные ресурсы, то они будут либо заполнять рекламы, либо быть какой-то ограниченный функционал, поэтому вы должны понимать, что этот ресурс условно бесплатный, то есть для определенного количества приложений, определенного количества пользователей, там же все равно создается нагрузка на сервера этой компании, то есть электричество тратится, что сервера работают, они, это Google только умудряется нам давать какие-то Google формы или другие элементы, да, и почту, и для сервиса абсолютно бесплатно, и то со временем мы видим, что эти сервисы, как YouTube, да, заполняются настолько рекламой, что уже потом невозможно даже проводить свое занятие, потому что ты не знаешь, включишь ученикам, а им выплывет непонятно какая реклама, да, которая нарушит весь образовательный процесс. Поэтому в данном случае сервис условно бесплатный, то есть для вас он подойдет. Если у кого-то будут какие-то, ну, другие там ресурсы, пишите, делитесь, потому что есть сообщества, где ребята делятся вот этими всеми условно бесплатными ресурсами. Ну, мы вернемся к нашей теме, я вас обещал научить создавать кнопки, вот мы смотрим, какой элемент из элементов интерфейса пользователя, пользовательского интерфейса доступен. Мы выбираем вот этот шестой пунктик, кнопочку, и после того, как мы выбрали этот шестой пунктик, где наш, да, вот, мы выбираем место, где будем добавить. Просто мышкой рисуем, прямоугольничек, все, это кнопочка. На этой кнопочке может быть текст, поэтому редактируем этот текст и редактируем саму кнопку. Видите, я нажал специально, что это будет кнопка делать? Загрузить это изображение, как мы обычно перетягиваем. Фото, видео, а потом загружаем их на какой-то сервер. То есть вот такое приложение мы сейчас с вами создаем. Здесь появляется, как если кто-то программировал, то знает, что это стандартный режим конструктора, мы просто галочками накидываем, какая длина, ширина, высота, какой будет стиль в этой кнопочке, да, чтобы все делать в единой цветовой гамме. Накидываем, изменяем изображение этой кнопочки. И самое важное, понимать, что надо сделать обработчик событий, то есть что происходит при нажатии на эту кнопочку, да. И вот нажимаем 12 пункт, изменить рабочий процесс. После этого мы попадаем в workflow, видите, вот это и есть рабочий процесс. Что будет происходить? Обычно очень много действий. То есть те данные, которые мы загрузили, например, надо сохранить в базу данных, надо уведомить пользователя на e-mail то, что вот, допустим, загружены файлы, надо куда-то отправить смс-ку. И много-много рабочих процессов могут быть после нажатия на одну кнопочку. Мы посмотрим, что делается дальше. Вам вот эти стрелочки подсказываются, да. И, соответственно, мы здесь, они говорят, создать новую вещь, где там по-английски create new things, да, и создаем новый сервер для хранения этих фотографий. Data – это данные, да, то есть где хранятся в нашей базе данных. И создаем новую вот эту, новую вещь. То есть вы можете там что-то удалить при нажатии на эту кнопочку, что-то переслать, что-то публиковать. Здесь придумаем свое название для сохранения фотографии, пишем тип фото, и потом какие события обрабатываются с помощью клика, с помощью нажатия на эту клавишу. Вот мы выбираем другое пользовательское поле, выбираем, какое будет имя. Напоминаю, что все эти подсказочки вам будут идти при первом обучении Bubble, можно второй, третий запустить раз. И вы просто повторяете, вот куда вам советуют нажать. Сделаете два-три раза свои приложения, вы поймете, что можно их комбинировать, потому что первое приложение там создается для того, чтобы пользователи могли вводить данные того города, где они сейчас находятся, а эти галочки появлялись на интерактивной карте этих городов. То есть очень классно делается. А здесь вы размещаете фотографии. То есть можно взять, допустим, потом у фотографии есть определенные свойства, атрибуты, выдрать эти атрибуты, посмотреть, где эта фотография сделана и публиковать уже не просто, вот как списком я сегодня вам покажу, а на интерактивную карту. То есть простор для творчества всех вот этих систем не ограничен. Поэтому если кто-то что-то придумает, без проблем напишите, я вам скажу, с помощью каких последовательностей действий сделать свою идею и воплотить ее в жизнь, в реальность. Ну хорошо, здесь мы пока двигаемся последовательно, да, нажимаем. Второе поле это фото 2, да, и что будет для наших вторых фотографий, да, это уже вводится сначала, сначала у этой фотографии появляется ее название, то, которое мы вводили сверху. А второе событие, которое будет происходить при нажатии на эту кнопку, это сама фотография загружаться на сервер. Ну, после этого вы добавляете новый контейнер. Контейнер это то место, где отображаются какие-то элементы, и выводите этот контейнер, вот я показал 35-й кнопочке, вот я его справа, слева буду, ой, справа, снизу отображать те фотографии, которые уже загрузились на сервер. Ну, после этого необходимо в этот контейнер загрузить те изображения, которые вы будете добавлять. Вот последовательно было, как необходимо нажать, нажать тип этого контента, да, и нажать источник данных. То есть, первое, вы сохраняете куда-то эти фотографии, а теперь мы показываем, что в этом контейнере уже будем из источника данных делать отображение тех фотографий, которые опубликовались. Видите, здесь вам советуют организовать поиск по фотографиям. И, интересно, вот здесь я сразу выделил вам такой момент, который может возникнуть при создании. То есть, вы будете просто накидывать сюда поле ввода, сюда загрузчик изображения, здесь кнопка, а здесь отображение всех фотографий. И иногда Bubble не разрешает, будет сюда нельзя. Почему? Потому что мы должны отображать фотографии, и если вы вот здесь, я нажал 41, да, разместили то, что будут отображаться фотографии динамические, да, которые опубликовались на сервер, Bubble не пропустит. И вот я вам специально выделил место, что если что-то не вставляется, это значит, вы вставляете не в то место, он нужно немножечко ниже передвинуть, чтобы был в группе того контейнера, который отвечает за отображение фотографий. Вот видите, он здесь, текущее положение фотографии идет. Ну, все, после того, как это вы добавили, указываем, что здесь будет вот это текущее положение фотографии, и нажимаем кнопку Continue. Может быть, как бы, это показаться сложным, но на самом деле, если кто-то начнет делать, вы увидите, что там просто обучающий сервис Bubble вам не дает ни в какое другое место нажать, пока вы не тыкнете в ту кнопку, которую вы хотите сделать. И там таких обучающих, то есть это не как вы смотрите видеоролики, и вам нужно повторять на своем компьютере, и где-то нет. Он, Bubble, он специально открывает то место, где вам надо нажать кнопку, и красной вот этой вот кнопочкой вам подсвечивает, что, дорогие пользователи, нажмите здесь. Нажми сюда, и у тебя все получится. И вы будете тыкать по разным местам, пока не нажмете на нужную кнопку, вас он не пустит. Поэтому вот эту последовательность действия можете даже на первых этапах не запоминать, а просто проходить обучающий материал, и система вас бесплатно обучит пользоваться. То есть если бы такое было, не знаю, то есть при изучении каких-то других систем, которые, помню, мы осваивали, там по микроэлектронике или что-то еще, когда нужно было запоминать технологические процессы, буквально 100 технологических процессов, я не знал, как это все помещать в память, никто не знал, как это все хранить в памяти, то я думаю, вот такие бы обучающие системы бы работали бы очень классно. И потом, кстати, вы на свое приложение вот такие же обучающие стрелочки можете добавлять, чтобы легко и быстро ваши слушатели пользовались вашим созданным дистанционным курсом. То есть можно даже подключить к WordPress на тот курс, если пользователь заходит первый раз, то ему вот такие подсказки, они обычно называются Enjoying Hint, были доступны. Ну что, времени просто у нас мало, поэтому я по Bubble пробегаюсь очень быстро, потому что сама система вас это научит. Главное показать, что вот есть такая вот штука, и в ней можно создавать. Мы переходим к следующему моменту, то, что здесь уже будут отображаться эти изображения, и отображаются эти изображения. Мы указываем ссылку на текущую фотографию. То есть мы указали, что здесь, вот в этом месте, где я вам рассказывал, что должны динамически отображаться данные. Ну динамически это что? Сначала фотографий нет, потом пользователи загружают, загружают, и они отображаются в списочке. Ну то есть это похожий сервис, можно даже организовать, ну какой-то сервис по... Как и Инстаграм сделан. Там же тоже один загрузил фотографию, а потом в другом списке они отображаются. Здесь я просто для простоты показал, что будут отображаться список фотографий, а потом можно указать, что будет не текст этой фотографии, а сама фотография отображаться. И поэтому ваше приложение уже будет работать подобно Инстаграму, и вы будете публиковать эти все свои материалы на той странице, том веб-сайте, или можно это потом будет упаковать в отдельное приложение, которое будет доступно в Play Market и так далее. Но мы подходим к самой такой интересной завершающей части, как же будет работать это приложение. То есть вы завершаете эти действия, что здесь будет показывать текущее фото. Все. И потом делаем превью этого изображения. Все. Вот мы оказались на этом изображении. Здесь, окажется, вам где-то опубликовал. То есть как работает это изображение. Видите, первоначально у меня только элемент для ввода фотографии. Потом сюда мы будем перетягивать или добавлять в эту область фотографии и отправлять их на сервер при нажатии на кнопки «Загрузить изображение». То есть я сам вставлял, куда надо писать название. Вот здесь сделал загрузчик фотографии. И сам сделал, вы видели, вот этого цвета кнопочку, такой ширины, такого стиля. После того я выбираю, что это будет логотип. Вот скину какую-то свою фотографию в университете и нажимаем кнопочку «Загрузить изображение». Все, пожалуйста, изображение пошло. Потом я проверил, как работает загрузка второго, третьего изображения. И все работает. Поэтому попробуйте вот эту вот ссылочку. Открыть это у меня какая-то ссылка. Ссылочка плохо, что у нас не берет. Я сейчас попробую тогда вам скинуть просто в чат эту ссылку и протестируем, как работает данное приложение. Так, данное приложение на нашей страничке. Здесь беру эту ссылку из презентации. Ага, я вспомнил, я вам его специально сделал, короткую ссылку. Посмотрите, вот она, коротенькая ссылочка на это приложение. Да, кликру, VX, вот она, короткая ссылка работает. Попробуйте зайти со своего компьютера и протестируем данное приложение. Давайте я уже тоже, как вам обещал, в конце вебинара переключусь в режим демонстрации экрана, да, в показ экрана. Конечно, сейчас системка может немножечко остановиться. Не знаю, почему так происходит. Давайте, есть ли кто-то из наших слушателей, которые что-то сделали. Вот она открывается, это приложение Bubble. Нет, демонстрация экрана все-таки оставляет желать лучшего. Но потом проверите, как работает эта ссылочка. И если что-то будет непонятно, то спрашивайте у меня. Основные ключевые моменты я публикую у себя на канале, посвященном математике. Ну, там, как создавать приложение и по программированию математики на этом канале. А там, кому будет интересно, то тогда пишите мне. Вот я здесь где-то оставляю свой тогда e-mail и skype, и я с удовольствием отвечу на любые ваши пожелания. Если у вас есть какая-то идея реализовать свое приложение, но не знаете, как это сделать, пишите, задавайте вопросы. Пишите, какие еще сервисы хотите освоить. Главное, я всегда... Мне было интересно, да, с помощью какой технологии сделано это приложение. То есть, с помощью чего это люди создавали, да. То есть, так, один момент, 3, 4, 5, я где-то еще какие-то... Ну, это вторая, это наша сегодняшняя презентация, пошла только вторая часть. Ну что, основные ключевые моменты я рассказал. Ну, надеюсь, как бы, я ваши страхи перед созданием каких-то приложений уменьшил. Поэтому не стоит делать, вы просто начните делать, и вы будете получать кайф от создания всех этих приложений. Я, как всегда, открыл для связи. Вот мои контактные данные, e-mail и skype. Поэтому связывайтесь, пишите, и я буду очень... Очень самая большая благодарность, это просто, если вы пришлете ссылку на свое созданное приложение. Типа, спасибо, Виталий. Вот я создал там свое приложение. Мы создали здесь такое обучающее приложение. И потом, то есть, как бы, я объединяю авторов таких приложений. Они взаимодействуют друг с другом, да, вывозят эти приложения на какие-то маркетплейсы. Поэтому пишите, пробуйте, создавайте тогда. Вы увидите это. Ну, это классно. Поэтому буду ждать от вас каких-то пожеланий о том, какие еще сервисы хотите. То есть, если, допустим, сегодняшний вебинар показался сложным, то тоже дайте знать. Вот. И вообще, стоит ли об этом рассказывать, потому что есть другие сервисы, с помощью которых, допустим, можно сделать простую автоматическую, к примеру, проверку заданий. Там, пользователи наши, допустим, заполняют, да, эти документы, а вы просто мышкой выделяете поверх фотографий, где допущены ошибки. И таких, допустим, сервисов, их появляется тысяча. Надо, как бы, встречаться вот так в эфире, обмениваться друг с другом. Все, поэтому, все, уже Татьяна пишет, приобретайте сертификаты. Конечно, да, вы сегодня пришли на мероприятие, чему-то научились, мероприятие бесплатное. Ну, а сертификат – это, как бы, это ваше подтверждение того, что вы были на таком вот обучающем мероприятии, что-то научились делать. Все, поэтому я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...